Общероссийский народный фронт в Твери начал мониторить ситуацию по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Дети могут столкнуться с угрозами жизни и здоровью на пути к школе. Например, открытые канализационные люки, ветхие промышленные конструкции, гаражи, заброшенные стройки, стаи беспризорных собак и прочее. Как активисты помогут родителям в решении этих вопросов, узнала наша съемочная группа. С активистами ОНФ по Тверской области мы встретились у школы 38 на улице Маршала Конева. Это одно из учреждений, по поводу безопасности которого от родителей пришло наибольшее количество писем. В радиусе 100 метров от школы заросли бурьяна, поломанные деревья, пустынные дорожки и полузаброшенные дома. Неудивительно, что родители провожают и встречают из школы своих чад. Конечно, мы переживаем. Ребенок ходит, приходится постоянно встречать, потому что горелые дома. Много кустов, деревьев, которые загораживают вообще какую-то видимость. Заброшенные дома всегда привлекают неблагополучное население. Поэтому очень страшно. Очень страшно. И приходится постоянно ребенка встречать. Активисты ОНФ обращают внимание, что подход к школе не освещен. Когда зима окончательно вступит в свои права, придется забыть о дополнительных занятиях и кружках. Ведь все они проводятся факультативно в более позднее время. Задача Общероссийского народного фронта осмотреть объекты, школьные объекты, прилегающие к ним дороги. И выработать какую-то все-таки совместно с органами МВД, полиции более безопасные маршруты. В последующем рекомендовать их родителям детей проводить разъяснительную работу в школах с детьми. Еще одним учреждением, вызвавшим беспокойство активистов ОНФ, стала коррекционная школа номер 3. Там подход к учебному заведению не соответствует требованиям сотрудников госавтоинспекции. Есть на пересечении Александра Попова и улицы Фадеева пешеходный переход, который, к сожалению, до настоящего времени еще не обозначен горизонтальной разметкой. При общем осмотре были выявлены ряд недостатков именно для детей-инвалидов. В частности, здесь нет доступа к тротуарам, бордюры установлены, высота которых составляет 15 сантиметров. И для инвалидов это пересечь затруднительно. Плюс нет подъездов к данной школе, нет стоянок, где выгрузить можно коляску, высадить пассажиров-инвалидов. Территория, на которой находится школа, принадлежит управляющим компаниям близлежащих домов. Соответственно, и пешеходные переходы, и высота бордюрного камня, и безопасность передвижения для детей-инвалидов напрямую зависят именно от УК или от администрации районов города. Мы относим предложение по улучшению обустройства тротуарами, ограждениями, дополнительными пешеходными переходами. Однако, ну, проблема возникает в финансировании, как поясняет администрация. Надо заранее закладывать эти деньги, и это все происходит только на следующий год. Со своей стороны, мы, конечно, стараемся все это учитывать, писать в администрацию, и в прокуратуру направляем информацию. Ну, а активисты Общероссийского народного фронта просят жителей региона сообщать о потенциально опасных участках на пути ребенка в образовательное учреждение. Информацию можно прислать на электронный адрес 69regionsobakoonaf.ru, а также в официальных группах регионального отделения Народного фронта в социальных сетях. По итогам мониторинга будет составлен реестр этих участков, и сформированы предложения по разработке и принятию мер. Продолжение следует...